Здравствуйте! Тема урока «Периодический закон и периодическая система с точки зрения строения атома, валентность и валентные возможности атомов, степень окисления». Сегодня на уроке вы сможете объяснять физический смысл периодического закона, узнаете о физическом смысле понятий валентности и степени окисления. Поиски основы естественной классификации и систематизации элементов начались задолго до открытия периодического закона. Трудности, с которыми сталкивались естествоиспытатели, работавшие в этой области, были вызваны недостаточностью экспериментальных данных. В середине XIX века было известно 63 элемента, а принятые значения атомных масс многих элементов были неточными. В 1829 году немецкий химик Дюберейнер предпринял первую значимую попытку систематизации элементов. Он заметил, что сходные по свойствам элементы можно объединить по три в группы, которые он назвал триадами. Сущность закона триад состояла в том, что атомная масса среднего элемента была близка к среднему арифметическому атомных масс двух крайних элементов. Хотя все известные элементы разбить на триады Дюберейнеру не удалось, закон триад явно указывал на наличие связи между атомной массой и свойствами элемента. Дальнейшие попытки систематизации элементов основывались на расположении их в порядке возрастания атомных масс. Французский ученый Шан Куртуа располагал элементы в порядке возрастания их атомных весов и наносил полученный ряд на поверхность цилиндра по линии, отходящей от его основания под углом 45 градусов. При развертывании поверхности цилиндра оказывалось, что на вертикальных линиях, идущих параллельно оси цилиндра, попадали элементы со сходными химическими свойствами. Так, на одной вертикали находились литий-натрий-калий, бериллий-магний-кальций, кислород-сера, селен-тилур и так далее. Недостатком спирали Шан Куртуа было то обстоятельство, что на одной линии со сходными химическими свойствами находились элементы совершенно иного химического поведения. Английский ученый Ньюлинс в 1864 году опубликовал таблицу, отражающую предложенный им закон октав. Ньюлинс показал, что в ряду элементов, расположенных в порядке возрастания атомных масс, свойства восьмого элемента сходны со свойствами первого. В горизонтальных рядах, сходных по свойствам элементов, находились и элементы, совершенно отличные по свойствам. Кроме того, в некоторых ячейках Ньюлинс вынужден был разместить по два элемента. И, наконец, в его таблице не было свободных мест, поэтому закон октав был принят весьма скептически. Однако в его основе лежала правильная мысль о периодическом изменении свойств элементов с увеличением их атомных масс. В 1870 году появилась новая таблица, состоявшая из девяти вертикальных столбцов. В горизонтальных рядах таблицы располагались сходные по свойствам элементы. Некоторые ячейки Мейер оставил незаполненными. Таблица сопровождалась графиком зависимости атомного объема элемента от атомного веса, имеющего характерный пилообразный вид, характеризующий термин периодичность, предложенный Менделеевым. В марте 1869 года русский химик Дмитрий Иванович Менделеев представил русскому химическому обществу сообщение об открытии им периодического закона. В этом же году вышло первое издание учебника «Основы химии», в котором была приведена его периодическая таблица. В 1871 году Менделеев дает второй вариант таблицы, так называемую короткую форму таблицы, в которой он указывает на различные степени родства между элементами. Этот вариант таблицы дал возможность Менделееву предсказать существование 12 элементов, а также описать свойства трех из них с большой точностью. Менделеев дал следующую формулировку периодического закона. Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от атомного веса. В отличие от своих предшественников, Менделеев не только составил таблицу и указал на наличие несомненных закономерностей, но и назвал эти закономерности общим законом природы. Он взял на себя смелость на основании предположения, что атомная масса предопределяет свойства элементов, изменить атомные веса некоторых элементов и описать свойства неоткрытых элементов. Дальнейшее развитие периодического закона было связано с успехами физики. Установление делимости атома на основании открытия электрона и радиоактивности позволило понять причины периодичности свойств элементов. Периодический закон явился стимулом для изучения строения атома. В 1911 году Эрнест Резерфорд предложил планетарную модель строения атома. Благодаря открытию радиоактивности ученые узнали, что в состав ядер входят протоны и нейтроны. В 1911 году Фредерик Содди предложил размещать изотопы в одной ячейке таблицы. В 1911 году голландский физик Ван Денбрук предположил, что атомный номер совпадает с величиной положительного заряда ядра атома. В 1913 году английский физик Генри Мозли установил, что корень из характеристической частоты рентгеновского излучения элемента линейно зависит от атомного номера, который совпадает с номером элементов в периодической системе. Закон Мозли дал возможность экспериментально определить положение элементов периодической таблицы. Атомный номер стал основой классификации элементов. Периодический закон получил новую формулировку. Свойства простых веществ, а также формы и свойства соединения элементов находятся в периодической зависимости от зарядов ядер атомов элементов. В 1921-1923 годах Нильс Борн объяснил причину периодичности. Она заключалась в периодическом повторении строения внешнего электронного уровня атома. Своё выражение периодический закон получил в периодической системе. Периодическая система элементов – это упорядоченное множество элементов, имеющих порядковый номер. Графическая форма представления периодической системы – периодическая таблица. Периодическая система одна, а таблиц более 500. Наиболее известны длинные, полудлинные и короткие варианты таблицы. Химические элементы в периодической системе располагаются по периодам и группам в порядке возрастания заряда их атомных ядер, то есть порядкового номера. Последовательное увеличение заряда ядра определяет периодичность повторения структуры внешнего энергетического уровня атома, а значит определяет периодичность повторения свойств химических элементов. В этом физический смысл периодического закона. Вспомним, что такое период и что такое группа. Период – это горизонтальный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания зарядов ядер атомов. Номер периода показывает число энергетических уровней в атомах. В этом физический смысл номера периода. Группа – это вертикальный ряд сходных по свойствам элементов. Номер группы показывает число валентных электронов в атоме. Порядковый номер элементов периодической таблицы – его атомный номер, который показывает заряд ядра атома элемента. Он численно равен числу протона в ядре и определяет число электронов в электронной оболочке атома, ее строение, а значит и свойства и положения элементов периодической таблицы. Перейдем к понятию валентность. Слово валентность возникло в середине XIX века. Истоки понятия валентности содержатся в работах разных ученых. Джон Дальтон установил, что вещества состоят из атомов, соединенных в определенных пропорциях. Франкланд ввел понятие валентности как соединительной силой. Кекули отождествлял валентность с химической связью. Бутлеров обратил внимание на то, что валентность связана с реакционной способностью атомов. Менделеев ввел понятие переменная валентность. Ранее валентность определяли как число атомов одновалентного элемента, с которым соединяется один атом данного элемента. Так водород – одновалентный элемент. В молекуле бромоводорода атом брома соединяется с одним атомом водорода. В молекуле сероводорода атом серы соединяется с двумя атомами водорода. Следовательно, бром одновалентный, сера двухвалентный. В настоящее время под валентностью понимают число электронных пар, с которыми данный атом связан с другими атомами. В молекуле хлорной кислоты валентность водорода 1, кислорода 2, хлора 7. В молекуле оксида ксенона ксенон О4 кислород двухвалентен, ксенон имеет валентность 8. Рассмотрим валентность и валентные возможности атомов на примере группы. Возьмем азот и фосфор. Валентность атома элемента не может быть выше полного числа орбиталей на внешнем уровне этого элемента. Однако для элементов третьего периода доступна 3D-свободная орбиталь. Поэтому атом фосфора может перейти в возбужденное состояние, переведя 1С-электрон на 3D-орбиталь. Таким образом, фосфор может проявлять валентность 5. Валентные возможности атомов определяются не только числом неспаренных электронов, но также и числом неподеленных электронных пар, способных переходить на свободные орбитали атома другого элемента. Итак, валентные возможности атома определяются числом неспаренных электронов, наличием свободных орбиталей, наличием неподеленных пар электронов. Следующее понятие степень окисления. Это условный заряд атома в соединении, если предположить, что все связи в соединении ионные. Другими словами, степень окисления – это число, которое показывает, сколько электронов отдал или принял атом при образовании химической связи с другим атомом. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в молекуле равна нулю. Рассмотрим это на примере сульфида алюминия. У алюминий проявляет степень окисления плюс 3, у серы степень окисления минус 2. Умножив значение степени окисления на индексы, получаем цифры плюс 6 и минус 6. Сумма равна нулю. Высшая положительная степень окисления равна, как правило, номеру группы элементов периодической системе. Так, например, сера находится в шестой а-группе и проявляет высшую степень окисления плюс 6. Азот находится в пятой а-группе, высшая степень окисления азота плюс 5. Низшая отрицательная степень окисления для элементов, не металлов, определяется вычитанием номера группы из числа 8. Так, сера проявляет низшую степень окисления минус 2, азот минус 3. Выполним упражнение для закрепления пройденной темы. Первое задание. Соотнесите понятия и их значения. Период, группа, атомный номер. Значение. Число электронов на внешнем уровне, заряд ядра, число протонов, число электронов, число энергетических уровней. Правильный ответ. Период определяет число энергетических уровней в атоме. Группа показывает число электронов на внешнем уровне. Атомный номер равен заряду ядра атома, числу протонов и числу электронов. Второе задание. Определите валентность и степень окисления атомов в веществах с формулами NFTOR3, NH3, H2O2, O2CO2, H2O2. Правильный ответ. Фторид азота. Азот проявляет валентность 3, степень окисления азота плюс 3. Фтор, валентность 1, степень окисления минус 1 Перекись водорода, H2O2 Водород, валентность 1, степень окисления плюс 1 Кислород, валентность 2, степень окисления минус 1 Фторид кислорода, Офтор 2 Кислород, валентность 2, степень окисления плюс 2 Фтор имеет валентность 1, степень окисления минус 1 Ацетилен С2H2. Углерод проявляет валентность 4, степень окисления углерода в этом соединении минус 1. Валентность водорода 1, степень окисления плюс 1. Подведем итог урока. Сегодня вы узнали об истории открытия периодической таблицы элементов, раскрыли физический смысл периода, группы, атомного номера. Узнали, от чего зависят валентность и валентные возможности атомов. Научились определять валентности и степень окисления элементов в веществах. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok